В прошлом видео мы остановились на событиях октября 1922 года, когда несколько сотен тысяч фашистов пошли на Рим, в результате чего король дал власть Бенита Муссолини, и на данной фотографии вы видите именно его, Муссолини, который пришел к власти по итогам похода на Рим. В конечном итоге он не только был назначен премьер-министром, но и получил диктаторские полномочия сроком на один год, чему также способствовала поддержка Муссолини чернорубашечниками, свободным отрядом или военизированной группой. Таким образом, Муссолини использует свои полномочия, и у него имеется свой собственный военизированный отряд, чтобы продолжать сосредотачивать вокруг себя все больше и больше власти на протяжении следующих нескольких лет. К 1923 году он назначает чернорубашечников формальной национальной милиции, фактически добровольной милиции для обеспечения национальной безопасности. Итальянская аббревиатура звучит как МВСН. Итак, чернорубашечники становятся официальной организацией и получают название МВСН. Муссолини также добивается того, чтобы парламент или законодательные органы приняли так называемый закон Ачербо. Это итальянское слово «закон Ачербо». Весьма интересно, так как в соответствии с данным законом партия, которая набрала большинство голосов избирателей, независимо от того, какая крупнейшая партия в Кабинете министров, независимо от того, какая была крупнейшая партия в парламенте, как только партия набирала более 25% голосов избирателей… Итак, набрав 25% голосов избирателей, она получала две трети мест… две трети мест в парламенте. Это странно, потому что традиционно в парламентской системе… Предположим, что вы представляете крупнейшую партию и набрали 26% голосов. И все же этого недостаточно, чтобы попасть в состав правительства. Вам будет необходимо сформировать коалицию с другими партиями, чтобы попасть в состав правительства. Но в новом законе говорилось, кто бы не набрал большинство голосов… Нет необходимости создавать коалицию большинства. Они автоматически становятся большинством. И вы можете себе представить, почему фашисты к этому стремились. Они чувствовали, что могут набрать 25% голосов, отчасти благодаря поддержке населения, отчасти по причине принудительных мер, которые предпринимали чернорубашечники, что позволяло им лучше контролировать законодательные органы. Но возникает вопрос. Почему этот закон пропустил законодательный орган? На тот момент фашисты еще не являлись доминирующей партией. Они не составляли преимущества в законодательной власти. В действительности, именно поэтому они и стремились добиться принятия этого закона. Так как у них не было преимущества. Но этот исторический вопрос так и остается открытым. Кто-то говорит, что людям симпатизировали фашисты. И им нравился Муссолини. Людям было необходимо сильное руководство. Их не устраивало это правительство коалицией. Они хотели, чтобы правительство предпринимало какие-либо меры. С другой стороны, когда проходило голосование, в зале присутствовали чернорубашечники. И можно предположить, что имел место элемент принуждения. Но стоит ли говорить, что в конечном итоге закон Очерба был принят? Ирония в том, что он был не нужен. В 1924 году, когда состоялись выборы, фашисты набрали две трети голосов. Сейчас многие считают, да и в то время в Италии многие считали, что эти выборы были фальсифицированы. Причина, по которой фашисты смогли набрать такое количество голосов, заключается в том, что они запугивали людей. Они могли допустить мошенничество во время выборов. Могли подменить голоса. И одним из людей, кто смело мог высказаться на этот счет, когда дело доходило до критики фашистов и их тактики прихода к власти, был Джакомо Матиотти. Он написал книгу о фашистах. Он дважды произнес потрясающие речи в Палате депутатов, в которых он обратил внимание на продажность и жестокость фашистов. И через несколько дней, после своих знаменательных выступлений, он был убит чернорубашечниками. Я бы сказал, очень жестоко убит ими, что поставило Муссолини, по крайней мере, поначалу в весьма затруднительное положение. Это сыграло в какой-то степени против него. Он не хочет, чтобы о нем ходила слава бандита, который просто так убивает людей. Никто не мог сказать наверняка, был ли в этом деле задействован Муссолини, но это совершили его сторонники в качестве протеста против убийства Джакомо Матиотти. Вся социалистическая партия выступила с предложением байкота парламента. Это событие носит название «Авентинская сецессия» или «Авентинская сецессия XX века». Это название берет истоки в Древнем Риме, когда две с половиной тысячи лет назад плебеи ушли от жестокого правительства на холм Авентин. В данном случае получалось почти то же самое. Причина, по которой социалисты так поступили, они считали, что их бойкот против парламента убедит короля избавиться от Бенита Муссолини. Вот какую задачу они ставили себе этим бойкотом. Муссолини, как я уже сказал, также находится в неловком положении. Он не уверен в том, что нужно делать. Плюс ко всему он слышит от чернорубашечников, «Послушайте, если сейчас вы не возьмете всю ситуацию под контроль, если не станете сильным правителем, мы сделаем это без вас. Мы можем даже свергнуть вас, господин Муссолини». И в 1925 году, в начале этого года, Муссолини произносит свою знаменитую январскую речь. 1925 год, знаменитая январская речь. И этот момент считается официальным началом его абсолютно диктаторского режима. Это ситуация с Авентинским блоком. Вместо того, чтобы подорвать полномочия Муссолини. Но из-за того, что король не снял Муссолини с должности, это на самом деле даже усилило власть Муссолини. И он использовал это как предлог. Он сказал, посмотрите, все эти депутаты решили не появляться в парламенте. Они фактически отказались. Отказались от своих мест. И далее Муссолини запрещает итальянскую социалистическую партию. Он обращает внимание на чернорубашечников, берет на себя за них ответственность, однако не берет прямую ответственность за убийство Джакомо Маттиотти. И в своей классической манере приводит сложный аргумент о том, как силы и жестокость смогут стабилизировать ситуацию в Италии. Очевидно, что он умеет убеждать своими речами. Он очень харизматичен. В результате Муссолини получает необходимый ему контроль. И к концу 1925 года, в канун Рождества, парламент принимает закон, согласно которому власть Муссолини не была ничем ограничена. И ближе к 1926 году его люди получают, в основном фашисты под руководством Муссолини получают абсолютный контроль, абсолютную власть над Италией. Таким образом, в 1926 году были запрещены все другие партии. Другие партии запрещены. Они начинают принуждать людей вступать в фашистскую партию, если те хотят получить место в правительстве или в любом другом учреждении. Они берут под контроль прессу, начинают строить сильную государственную полицию. Это очень похоже на то, что мы узнали о нацистах. И это не совпадение. Гитлер восхищался Муссолини. На самом деле, поход Муссолини на Рим вдохновил Гитлера на попытку проведения своего пивного путча в 1922 году, точнее, в 1923. Во всей этой тактике, которую использовал Муссолини для прихода к власти, прослеживаются схожие черты с тем, что предпринимал Гитлер для прихода к власти 7 лет спустя.